Генштаб ВСУ признал отход от Лисичанска, хотя Зеленский что-то там промямлил, проговорил, расплывчато, что Луганскую область могут потерять. Разбитая британская техника и других западных стран на улицах Лисичанска. Зеленский боится заявлений Лукашенко, а МИД РФ последний раз предупредил власти Зеленского, иначе им не поздоровится. Киевская ставка на диверсионные действия и почему она обречена. Приветствую друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 3 июля, итоги. Конечно же новостью номер один сегодня остается Лисичанск и Луганская область. И уже Генштаб ВСУ официально признал, что войска отвели, потому что есть очень большое превосходство по мнению Генштаба ВСУ российской армии, практически во всех видах вооружения, численное превосходство. И поэтому было принято решение для сохранения жизни бойцов отойти от Лисичанска. Весьма примечательно, что Зеленский в это время или до этого делал определенное заявление на встрече с очередным западным партнером. Можете посмотреть, кстати, на моем телеграм-канале. Весьма занимательная речь Зеленского, которая много что проясняет, что нужно что-то говорить. Ну а также, естественно, вспомнили о том, что рассказывал Арестович в стиле «Мариуполь никогда сдан не будет, запишите прописью». И становится ряд вопросов на повестке дня. Куда дальнейшее продвижение и какие направления наиболее вероятно, куда пойдет российская армия. Об этом сейчас гадают западные эксперты и украинские эксперты. Ряд западных экспертов предполагают, что Зеленский сделает ставку, как на Ближнем Востоке, на некие диверсионные группы. Но, скорее всего, что их быстро выщелкнут, потому что челкают. С учетом того, что все-таки Украина это не Ближний Восток, а у России очень богатый опыт как раз в действиях на примере той же Сирии. Ну и главное, что отмечают западные эксперты, все-таки украинские бойцы не готовы к такому роду действий. В принципе, это не Ближний Восток. А моральный дух, как передают сами же бойцы ВСУ, записывая различные видеообращения, все ниже и ниже на Донецко-Луганском направлении. Кто-то даже говорит, что фронт уже посыпался. Российские войска находятся практически в 10-20 километрах от Харькова. Но я вот обратил внимание на еще одно заявление Генштаба ВСУ. С одной стороны, что на Харьковском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на недопущение продвижения ВСУ в направлении госграницы. Ну а тот самый жирпуптик Брачук из Одессы заявляет, что россияне, вероятно, боятся к наступлению ВСУ в направлении Херсонской области. И поэтому скопили большое количество техники и войск в районе Херсонской области. Но опять же, по сообщениям от местных в Харьковской области, 20-10 километров от Харькова. И как-то не очень похоже, согласитесь, на то, чтобы опасаются контрнаступления ВСУ. Так же, как и сообщение Брачука, весьма выглядит странно. Может быть, ситуация совсем в другом. Под Лисичанском и Севердонецком были примерно такие же речи. И некоторые военночиновники тоже заявляли о неких контрнаступлениях. Но тем временем, опять же, со стороны Генштаба ВСУ есть заявление также от других военных чиновников о том, что идет наступление на Славянск и Краматорск. Ну, конечно же, идет героическая оборона, ну и так далее. Ну, собственно говоря, это основные моменты на данный час. И еще ряд информаций я размещу на Телеграм-канале. Подписываемся. На этом пока все дальше будет.